Починаймо Ну поехали Здарова, дружище! Рад приветствовать тебя на канале Юниворкера Где я регулярно устраиваюсь на разные интересные и популярные работы в Украине И затем вот так вот просто рассказываю тебе, что я там увидел, услышал и сколько заработал И сегодня расскажу тебе, как я целых три месяца провел продаваном в компании Allo Это крупнейший продавец электроники в Украине Так что если тебе интересна эта тема, естественно можешь подписаться на этот канал, выжать эту кнопочку За что я буду тебе очень сильно благодарен И если твой друг все еще ищет работу, можешь конечно же отправить ему это видео Надеюсь поможет Ну и перед тем как мы начнем, расскажу тебе про очень классный способ заработка в интернете И это уникальный сервис HoneyGain, который платит за то, что вы делитесь своим интернет соединением с вашего устройства на полном пассиве От вас требуется только лишь стабильный интернет на вашем компьютере или смартфоне И установив приложение по этой ссылочке на ваше устройство, вы получите моментальный бонус в 5 долларов специально для моих зрителей И затем эти деньги можно вывести на биткоин или пейпал кошелек Поэтому дружище, чего же ты ждешь? Врывайся в сферу интернет заработка по первой ссылке в описании И помни, лишние долги на дороге не валяются По классике начнем с истории компании Она тут довольно бурная Как и времена, в которые начинался бизнес На дворе лихие 90-е После развала союза Украина только обрела независимость и экономике тогда было плохо А вернее ее не было от слова совсем Большинство современных предпринимателей тогда барыжило на рынках Завозили эксклюзивные вещи за границей и продавали их тут Не остался в стороне и наш юный 17-летний бизнесмен Дмитрий Деревицкий Который вместе со своими друзьями и семьей успешно торговал ширпотребом Сигареты, шоколад, жвачки, другие какие-то товары, которые быстро оборачиваются Да так успешно, что уже через несколько лет в середине 90-х Открыл свой первый магазин бытовой техники Аж целых два в городе Днепр Магазины бытовой техники были такие успешные, что об этом нет ни одного упоминания в интернете Вообще, чтобы вы понимали, насколько было радикальное время для бизнеса В то время не было ни торговых центров, ни привычных комфортабельных офисов, ни филиалов А рэкет, крыши и контрабанда были лучшими друзьями бизнеса Да и украинские политики на протяжении всего этого времени любили подсыпать соли с перцем под хвост не только простому люду, но и мелкому бизнесу Территорию нашей державы нужно сделать небезопасной для жизни наших граждан Закрыв магазин с бытовой техникой, поднакопив немного денег, наш все еще иный предприниматель Дмитрий уехал в Арабские Эмираты Да не для того, чтобы красиво отдыхать, а для того, чтобы закупиться GSM трубками и прочими чудесами телефонии, которые на то время набирали популярность Домой Дмитрий вернулся с несколькими полиэтиленовыми кульками, с этими чудесами техники на сумму в 100 тысяч долларов, как утверждает он сам изданию MS Today И тогда, 10 октября 1998 года, и появилась ТОВ Алло И тут, что называется, Дмитрий не прогадал Люди в те времена массово меняли свои органайзеры на привычные сотовые кнопкофоны Вложенные в первые магазины 50 тысяч долларов быстро отбились и вышли в плюс Действительно, дай каждому из нас 100 тысяч долларов построим успешный бизнес Но это не точно Бизнес продолжал расти и уже в 2004 году была запущена оптовая компания Цифротех А чуть позже Алло превратился в интернет-магазин, запустив свой собственный сайт К слову, на тот момент работа продавцом считалась очень даже престижной Это сейчас парни в магазинах бомбят вот в таких вот кэшуал футболках Продавцы были в красивых рубашечках, галстуках и в пиджачках Прям как топовые менеджеры великих компаний Да и стоит согласиться, что люди тогда были не такие переборчивые, как сейчас Продавать было, естественно, легче В 2013 году компании Алло удалось провернуть массовое слияние Тогда умирающей сети мобилочка, у которой было высвобождено более 300 магазинов Большинство из них заняла компания Алло К примеру, сейчас этих точек уже 365 в 140 городах Украины Более 4200 сотрудников в общем К слову, в те времена был рассвет компании По статистике Forbes Ukraine компания наторговала более чем на 100 миллионов долларов Что было вторым показателем после магазина «Розетка» А затем нежданно-негаданно настал Майдан Бизнесы, которые не изменялись, попросту закрывались Так закрылся горячо любимый мной Ситиком, где я покупал свой первый ноутбук А ложка выжила, сделала свой последний ребрендинг и сделала упор на рекламу Но переплюнуть новоиспеченного конкурента в лице Цитруса с их ебанутыми акциями не удалось Эти гении маркетинга заставляли людей жить в палатках ради iPhone 5 Затем сдавать хуевую тучу мелочи ради iPhone 6 И потом сдавать 450 миллилитров крови ради iPhone 7 Именно в те времена, кстати, возник этот знаменитый афоризм, посвященный iPhone Что правда, то правда Магазины развлекались и высасывали прибыль с клиентов Ну, а клиенты, в свою очередь, высасывали прибыль с... А вот 2016 год был особо знаковым для Алло Ведь создатель, вдохновившись теорией успеха по Черчиллю вместе с новоиспеченным CEO Максимом Раскиным Подписывает стратегическое соглашение о партнерстве с китайским Xiaomi Получая возможность официально барыжить телефонами Xiaomi на всей территории Украины И плодить, кроме заявленных Аллошек, магазины оранжевого цвета Mi Store К слову, именно благодаря Алло фирма Xiaomi вошла в топ-3 фирмы с самыми популярными телефонами на территории Украины И широко закрепившимся статусом народного бренда за телефонами Xiaomi К слову, в сфере продаж конкуренты то и дело норовят подгляднуть друг за другом и скопировать удачное решение Так, сначала в начале 2000-х все хотели быть как фокстрот и также успешно торговать бытовой техникой И вот Алло уже торгует бытовой техникой В 2015-м все хотели быть как розетка и открыть такой же успешный маркетплейс И вот мы видим маркетплейс от Алло, где теперь левые продавцы торгуют ширпотребом от покрышек до футболок А в 2017-м все хотели быть как цитрус и обладать такими же гигантскими хай-тек магазинами Где можно было пощупать не только технику, но и продавцов И вот Алло запускает свой новый формат, который называется Алло Макс или Алло 4.0 Про форматы магазинов поговорим далее В общем-то ребята были везучие и умели зарабатывать деньги Но скандалы тоже были С налоговой? С налоговой И с фискальной службой Вот буквально в 2021-м году эти двое прижали Аллошечку то ли за мутки с фопами То ли за незаконный увоз бытовой техники И конфисковали ее на круглую сумму Но Алло удалось выиграть судебное решение и замять это дело Да пофиг судья, мне ничего из вот этого потом в жизни не пригодится И вы можете конечно же поучаствовать в этой великой истории Устроившись на работу в эту компанию Как стать продавцом Алло? Самый простой ответ Заходите на сайт Алло.юа Спускайтесь в самый низ Кликайте на раздел вакансии Заполняйте заявку И ждете Есть конечно и второй вариант Который лично мне пришелся более по душе Завалиться на один из магазинов И если у них есть недобор Вас возьмут И вас возьмут И вас тоже возьмут Короче, возьмут абсолютно всех Алло только для продавцов есть две формы трудоустройства Официальная и нет Для того, чтобы тебе официально трудоустроиться Нужен полный пакет документов Паспорт, военник, ИНН, трудовую Флюорографию и справки с центра занятости Для того, чтобы стать неофициалом, тебе нужно всего лишь паспорт, ИНН и флюорографию На твоей зарплате напрямую это отражаться не будет А вот на твоих материальных ответственностях и правах Да, ведь по сути более сложных манипуляций, чем реализация и распаковка товара Ты заниматься не будешь Далее тебя ждет собеседование с директором магазина У нас есть две вакансии Есть вакансия продавца Ну, продавца ты примерно понимаешь, что нужно делать Консультации, продажу Есть выдача интернет-заказов То есть это нужно будет прозванивать клиентов Они приходят на выдачу интернет-заказов Ну, показать, рассказать о товаре Ну, там они уже спросят Ну и выдают его По оплате там у оператора выдача идет ставка 13 тысяч У продавца ограничений нет То есть там есть план продаж, да, и его надо выполнять? Да Ну, на выдачу заказов там планов нет Там все пройдет Ставка А какая ставка у продавца? У продавца ставки нет И да, если тебе скажут, что ставки у продавана нету Помни, это вздор, ложь, пиздеж и провокация Если мы откроем тот самый трудовой договор, который ты вскоре будешь подписывать своей собственной рукой И спустимся ниже, то увидим такой вот пунктик Оказывается, у продавца есть ставка, которая равняется 3 тысячам гривен И ниже написано даже такие пункты, как оплата твоих консультаций И оплата отчеты о трудовой деятельности За которые ты будешь получать 23 и 150 гривен соответственно Но, по сути, вот этих денег ты видеть не будешь И единственное объяснение, почему так происходит Почему такая разбежность между документами и реальностью Я могу объяснить только устаревшими методами Так как компания Allo достаточно старая Ее документная база формировалась как раз таки в начале 2000-х Когда у продаванов были совсем другие условия труда Когда они выглядели совершенно по-другому И когда были совершенно другие реалии рынка Так вот, с тех пор Allo, судя по всему, не удосужилась переписать свои трудовые обязанности Перед продавцами Ну, вторая причина может заключаться чисто в деле престижа Вот представьте, приходите вы в солидную компанию А Allo, безусловно, солидная компания, я считаю И тут вам говорят Ставка 3 тысячи гривен И процент А вы такие Чего, блядь? Поэтому этот момент стараются как-то упускать Но, пожалуйста, прошу вас Ребята из Allo, я знаю, что вы будете смотреть это видео Говорите правду Либо перепишите уже тот устаревший документ Да, и, кстати, ставка минималка далеко не 3000 гривен А все-таки в Украине она чуть больше по официальному законодательству Вот что имеем, то имеем В реале твоя зарплата будет выглядеть вот так вот Здесь мы видим, что твой доход будет формироваться от оклада Затем, естественно, идет бодус от продаж Который умножается на рейтинг магазина И плюс рейтинг продавца месяца и года Куда надо еще умудриться попасть Но зато будет плюс 20% прибавка к твоей зарплате Между прочим, за первую неделю стажировки ты получишь тоже 500 гривен Небольшой бонус По правде говоря, трудоустройство у меня заняло целую неделю И только потом я вышел работать на первую торговую точку Плюс заключается в том, что все обучающие программы Ты будешь проходить уже в процессе работы А не до нее Твой тренер-технолог будет учить тебя И еще десяток таких же молодых стажеров Как продавать Короче, все, что тебе надо для работы Научат Потом у тебя будут две экзаменационные онлайн-аттестации Которые лучше бы тебе сдать с первого раза Зарплату будешь получать один раз в месяц На карточку Альфа-банка И только Альфа-банка И, кстати, будь аккуратен Потому что Альфа-банк тоже может напарить тебе лишнего Когда я стал сотрудником сети Алло Мне пришлось стать клиентом Альфа-банка Для того, чтобы получать зарплату вот на эту карточку Ладно, сказал я Но крысам из Альфа-банка показалось этого мало И они мне напарили вот эту дебетовую карту Обслуживание которой стоит 25 гривен в месяц Под видом обязательной А также вот эту кредитку При спонсорстве эпицентра По поводу условий работы Будешь работать в основном в помещении Работа полностью стоячая С перерывом приблизительно час на обед График стандартный для сферы обслуживания С 9 утра до 10 вечера По сути, так работают все торговые центры В графике Алло, пожалуй, есть плюс В том, что ты можешь сам себе выбирать смены Хочешь работай без перерыва Хочешь работай 6.1 Хочешь работай 5.2 Директор идет на уступки И составляет график, исходя из твоих желаний С полным списком обязанностей можешь ознакомиться вот здесь Что тебе нужно знать и уметь В общем, такие дела Давайте поговорим о том, какие магазины Алло существуют Начнем с днища И первым у нас идет архаичный красно-белый магазин Алло 2.0 Расположен в основном в провинциях Ну и в больших городах тоже встречается На рынках Пососедствует с не менее успешными компаниями Как Ларек Швыдкогроши И торговая раскладка Бабезины, торгующие житомирскими носками В общем, делать там будешь все, что тебя попросят И иногда торговать Купите этот уникальный проводок С поддержкой функции быстрой зарядки И получите сим-карту в подарок Спойлер С этого проводка ты заработаешь 5 гривен В таких магазинах получать ты будешь От 10 до 15 тысяч гривен В лучшие времена Выбирай сам Ну а для тех, кто любит торговать симками И телекоммуникационными услугами Есть отдельное место в Аду Я имел в виду Есть отдельные магазины Монобрендовые магазины Которых аж 60 магазинов по территории Украины Под эгидой Allo В общем-то это магазины Lifesale, Vodafone и Kyivstar Там ты будешь решать проблемы клиентов с их телекоммуникационными устройствами И продавать сим-карты Штат там тоже минимальный И заработок от 12 до 18 тысяч гривен В принципе А следующим уже идет формат Allo 3.0 Это такие средненькие магазины черного цвета В основном расположены в городах В достаточно солидных торговых центрах Честно говоря, мне всегда нравилось работать на таких магазинах Те магазины я вам и рекомендую идти Там хороший ассортимент товара Можно продавать все Реально очень хорошие магазины Ничего плохого про них сказать не могу Твой разброс зарплаты там может варьироваться от 15 до 30 тысяч Да, такие дела Ну а посерединке нашего топа оказались магазины формата Misthor Те самые оранжевые магазины Как шутят сами сотрудники Это была попытка Allo ублажить китайцев Зато форма красивая Хотя количество товара, которое ты можешь продавать в тех магазинах Оно такое весьма-весьма-весьма ограниченное Хотя для более прошаренных продавцов найдутся способы Как толкать товар из Allo непосредственно на точках Misthor Единственное, что если вы абсолютно новичок в продажах Либо просто ленивый продавец То, скорее всего, вам место именно в магазинах Misthor Количество сотрудников в штате там весьма приемлемое А разброс зарплаты составляет от 15 до аж 25 тысяч гривен Лепота И самыми топовыми магазинами в Allo является формат Allo Max Это такие гигантские магазины Их количество можно пересчитать буквально на пальцах двух рук И работают там, как правило, лучшие из лучших продавцов Туда с первыми привозят самые новые товары Поэтому, если ты хочешь стать крутым продавцом То тебе следует работать именно в магазинах Allo Max Там лютая конкуренция, там очень большой штат Там почти фактически нету простоя И ты все время будешь работать Но это прикольный опыт для того, чтобы стать крутым продаваном Разброс зарплат варьируется от 15 аж до, внимание, 50 тысяч гривен Да, такие деньги тоже можно зарабатывать в Воложке Ну и в конце поговорим про то, кто есть кто на торговой точке С кем ты чаще всего будешь сталкиваться на своей работе И первый тип сотрудника это стажер-продаван Это новоиспеченный боец, который жадно поглощает знания и стандарты работы в Allo Чаще всего его можно встретить за компьютером Иногда выходит в зал для того, чтобы подбирать крошки от более опытных продавцов в виде мелких продаж Мечтающий в итоге сдать эти две проклятые аттестации своему тренеру-технологу И наконец-то приступить к уделыванию более старших продавцов Дальше у нас идет технический эксперт Либо если ты устроен неофициально, то партаймер-мастер Короче говоря, просто консультант Итак, консультант Консультант это кролик Он белый и пушистый И должен уметь делать две вещи Быстро бегать и сильно, еще раз повторяю, сильно любить клиента Потому что клиент это капуста Ясно? Это основная боевая единица на точке По сути, пехота Бизнеса Алло Человек, который готов продать вам все, что угодно и когда угодно Ради того, чтобы выполнить вот этот план продаж Проще говоря, чтобы циферки тут и там сошлись Но выполнить его надо еще, соблюдая стандарты работы в Алло Выглядит они сложно, но я их свел вот к такой простой алгоритмической схеме Запоминается просто и надежно Но сказать по правде, львиную долю твоего заработка будет составлять тот самый процент от продаж И скажу тебе по секрету, самый большой процент от продаж будет от аксессуаров Различные чехлы, стеклышки, пленочки и от услуг Страховочки, гарантии, антивирус и тому подобное Именно их больше всего и надо будет продавать Кстати, небольшой лайфхак Как узнать о том, сколько зарабатывает продавец с определенной модели телефона Вот, к примеру, у меня есть такой ценничек на телефон, который стоит 11999 гривен И вот тут внизу есть такая штука, как артикул Вот как раз таки именно этот артикул и означает, сколько будет зарабатывать продавец с той покупки, которую сделаете вы К примеру, с этого телефона продавец заработает 140 гривен Такие дела Дальше у нас идет товаровед Это основная оперативная должность в магазине По сути, все проблемы с товаром и клиентами решает именно этот человек А точнее, как в большинстве случаев случается в Алло Подруга По сути, это самая стрессовая должность Но и ставка тут в два раза больше, чем у продавца При том, что товаровед вполне себе может приторговывать в свободное от своих основных обязанностей время Следующим идет зам директора Это такой матерый поц, который помимо того, что умеет круто продавать Ну или, по крайней мере, он так считает Закончил школу лидерства и может еще и обучать других сотрудников По сути, это правая рука директора Которая более-менее разбирается во всех процессах работы Алло И проработала более полугода в магазине А теперь познакомимся с директором Директор? Да пошел ты в жопу, директор Это такой важный баклажан, который является царем и богом на точке До появления там высшего руководства По сути, директор отвечает за весь магазин и его персонал в отсутствие более высшего руководства И выполняет основную административную работу на точке Алло А также нагибает сотрудников за невыполнение плана продаж Ведь между успешным выполнением плана продаж и зарплатой директора Есть очень большая корреляция Такие дела А дальше, более ближе к небесам руководства, располагается тренер-технолог Это сотрудник офиса, который изредка ходит по точкам Для обучения последним техникам продаж Более старших и более младших сотрудников Всех подряд, короче Такой сотрудник должен иметь незаурядный опыт И немного везения, чтобы пройти конкурс На то, чтобы стать тренером-технологом в Алло Ведь по сути один тренер-технолог привязан сразу к многим, многим магазинам в городе Ну а вершину персонала торговой точки занимает региональный директор Именно портрет этого человека вы будете видеть в куточке с поживача Как самого главного человека, представленного на торговой точке И эта важная птица принимает решения в установлении плана продаж на магазина И основные решения по управлению магазином Вплоть до принятия на работу и увольнения сотрудников Если сравнивать с Цитрусом, то такие же самые должности можно встретить и там За исключением того, что в Алло продавец является более универсальным человеком И может не только продавать, но и клеить пленки, устанавливать софт И вообще делать фактически всю работу Тогда как в Цитрусе этим занимается отдельный человек, именуемый настройщиком Именно он устанавливает софт, делает какие-то настройки И занимается более технической работой Но самое главное различие Цитруса и Алло заключается в философии продаж Если в Цитрусе нужно Наебать, но продать То вот в Алло от вас требует Представь, что это твоя мамочка И продай это Боже, как это мило И да, действительно, в Алло кодексом чести сотрудника Официально запрещено наебывать своих клиентов Но толку от этого немного Ведь планы продаж как-то выполнять надо Вот тут-то в ход вступают такие хитрые уловки, как напаривание товара и допуслуг Так, вам на телефон гарантиечка уже на 2 года, да? Правильно? Да вы чего? Смотрите, все вместе будет стоять 4 388 гривен Телефон вам, ну, он по сути вам столько и прослужит 2-3 года Ну почему отказываетесь? Просто это будет полная гарантия службы, понимаете? Манипулирование акциями и толкание кредита Дякую, но выходит очень дорого А давайте разом с вами перехватим загальную сумму со всеми снижками А вы решите Ну давайте Виходит 10 136 гривен А если вы считаете, что вы купите у кредита на 6 месяцев Ваш платеж будет 1690 гривен То есть разница 222 гривен между покупкой с наложением и без них Хм, интересно, на пропозиции Короче, чтобы закрыть план продаж Как правило, приходится прибегать к более продвинутым методам И, кстати, если кто-то что-то планирует покупать в Алло Хочу вас предупредить Ни в коем случае не берите страховку в Алло Дело в том, что если дополнительная гарантия Это сервис непосредственно от Алло То есть если с вашим телефоном слово стучится Приносите в Алло и вам, возможно, компенсирует ваши деньги Либо поменяет устройство То вот страховка, ни хрена Этот сервис никак не связан с компанией Алло И предоставляет его некая гомнокомпания ARX Которая частенько любит не компенсировать По праву причитающиеся страховые случаи Клиенты буквально приходили ко мне А я разводил руками и говорил Не могу вам помочь Страховка-то оформлена не с компанией Алло А с некой компанией ARX Вот звоните и идите к ним Честно сказать, ложа руку на сердце Признаюсь, что продавец с меня более чем хреновый Так как напаривать я не люблю А продавать красиво получалось редко Поэтому на моей зарплате это отразилось непосредственно Собственно говоря, за первый месяц я получил Чуть больше 10,5 тысяч гривен Чему был на самом деле несказанно рад Ведь при своей первой работе в Аромакаве Видео можете посмотреть вот здесь Я получил гораздо-гораздо меньше за первый месяц работы За следующий месяц работы К слову, это был новогодний праздничный месяц Я получил уже более 16 тысяч гривен Что в принципе Офигенно Ну и за третий провальный месяц продаж Я получил 8700 гривен Как видите на всех этих скриншотах Ну что, друзья, как итог этого видео Ну, я не буду говорить вот это Ах вы, нечестные на руку капиталисты Вам лишь прибыль подавай, да? Я же прекрасно понимаю, что все мы так или иначе Крутим эту капиталистическую машину Для того, чтобы найти свое место под солнцем Ну, а что скажу про работу в Алошке Это безусловно работа, которая требует Выносливости, терпения Огромной любви к людям Коммуникативных скиллов И, конечно же, желание и умение продавать И быть полезным для людей У каждого, как говорится, свои методы Кто-то напаривает, а кто-то не напаривает Ну, скажу, что ребята из Ало В большинстве своем довольны зарплатой И большинство из них трудятся на протяжении 5-10 лет в этой компании Хотя, как правило, большинство людей С которыми я общался в Ало Да и тех, кто ушел из Ало Рано или поздно строят свой собственный бизнес Что я могу сказать? Что работа в Алошке, безусловно, может заложить тот фундамент Молодого начинающего предпринимателя ФОПа, бизнесмена Который, в общем-то, будет помогать вам Если не работать в этой компании в дальнейшем То открыть какой-то свой бизнес И вообще, как бы, заниматься по жизни продажами Такая работа, друзья Такие дела Я надеюсь, вам очень сильно понравилось это видео Если это так, можете мне задонатить немного крипты На мои криптокошельки, которые находятся по ссылочке в описании Буду вам очень сильно благодарен И это будет мотивировать меня в дальнейшем делать такие прикольные, длинные и информативные видосы Друзья, а мы с вами обязательно увидимся на новых работах В новых способах заработка, в новых видосах Всем хорошего дня Слава Украине И закончу словами из кодекса чести сотрудника АЛО